Самое трагическое — это слово «цензура». Неважно, она дополнительная или нет, но как только кто-нибудь придумывает ограничение, естественно, под очень благовидным предлогом, мы получаем всегда не то, что хотели. Ограничение мы получим, цензуру мы получим, при том, что цензура в нашей стране запрещена. И если на флаге будет написано, что это конкретно мало кому известная Мизулина, прославившаяся только своими странными высказываниями по тем поводам, по которым ее не спрашивали, борется с матом или плохими словами во славу будущих поколений, то в результате мы, как правило, получаем не то, что ожидалось. То есть мы получим просто цензуру, не имеющую отношения к заявленной теме. Поэтому как только у нас, особенно толпа, говорит «да, давайте ограничим», скорее всего, понятно, что люди не разобрались, законодатель играет в свою собственную игру, а результат заранее предрешен. Материться не перестанут, но часть сайтов будет закрыта. В том числе, потому что кто-то из посетителей будет заходить на этот сайт, писать какое-нибудь нехорошее слово, как он обычно делает на заборе, и даже пусть временное блокирование этого сайта по принципу «а вы, пожалуйста, своих блогеров уймите», это уже будет, тем не менее, ограничение свободы информации, и это будет цензура в самом жестком виде.